Старик еще крепок. Где до сих пор воюет легендарный Т-34. 11 января 2019 года РИА Новости. Старик еще крепок. Где до сих пор воюет легендарный Т-34. Танк Т-34. Источник изображения, РИА Новости, Рамиль Сиддиков, Москва, 10Н ФРИА Новости, Андрей Коц. На днях во Владивосток морем доставили 30 полностью исправных средних танков Т-34-85, с конца 1980-х стоявших на вооружении армии Лаоса. Скоро их по железной дороге перевезут в подмосковный Нарофа-Минск. Значение этого подарка сложно переоценить. 30 четверки. Символ победы СССР над нацистской Германией. Будут участвовать в парадах, выставках, исторических реконструкциях, сниматься в кино. О том, где Т-34 воевали после победы, в материале РИА Новости. Танки Т-34, переданные России Министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики. Источник изображения, Минобороны России по самолету «Огонь». Построенный на базе серийного Т-34 образца 1942 года Т-34-85 с 1944-го стал основным танком Красной Армии. Новое 85-мм орудие, башня с усиленной бронезащитой, увеличенная боевая масса при сохранении подвижности вывели его на качественно новый уровень, экипажи теперь чувствовали себя гораздо увереннее в противостоянии с немецкими тиграми и пантерами. Вторая мировая закончилась, но боевой путь легендарной машины продолжался. Танк Т-34-85 стоял на вооружении четырех десятков государств Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и принял участие в большинстве войн и региональных конфликтов второй половины ХХ века, хотя и не всегда на первых ролях. Простота, надежность, близкая к идеальному сочетанию бронирования, вооружения и подвижности, а также колоссальный боевой опыт делали Т-34-85 опасным противником даже для более современных машин. Северокорейские войска в Сеуле источник изображения Апфото, Кореан Централь Ньюз Агенси, Кореан Ньюз Сервис Тридцать четверки массово применялись в первые месяцы Корейской войны. Им приходилось иметь дело с противником, господствовавшим в воздухе, обладавшим численным и качественным превосходством в бронетехнике. Тем не менее Т-34-85 подбили 34 американских танков, 15 из которых были потеряны безвозвратно. Сама же Северная Корея лишилась в боях 97 машин. Кстати, первую воздушную потерю в войне в ВВС США понесли не от зенитного, а от танкового огня. 3 июля 1950-го четыре американских истребителя-бомбардировщика F-80X атаковали северокорейскую колонну. Танкисты не растерялись и обстреляли самолеты из основных орудий. Один осколочно-фугасный снаряд разорвался прямо перед машиной командира 80-й истребительно-бомбардировочной авиаэскадрильи майора Амаса Слудера, полностью ее уничтожив. Пилоту спастись не удалось. Закаленный солдат во время Суэцкого кризиса 1956 года египетские Т-34-85 на равных бились с израильскими Шерманами и Амх-13. Во Вьетнамской войне участвовали танки Т-58 китайская копия Т-34-85. Они неплохо показали себя при боевых действиях из засад, но в лобовых стычках с новыми американскими машинами у них шансов уже не было. Зато 34-ки отличились на Кубе в 1961-м в ходе боев в заливе свиней. Кубинская армия в стремительной контратаке за два дня разбила интервентов. В последний очаг обороны поселок Плайохерон первой вошла рота Т-34-85 во главе с Фиделем Кастро, который находился в головной машине. Во всей операции была потеряна только одна тридцатьчетверка. Танки Т-34-85 продолжали воевать, государственные перевороты 1962-го в Емении, шестидневная война 1967-го, турецкое вторжение на Кипр 1974-го, гражданские войны в Анголе, Афганистане и других горячих точках. К 1990-м большинство стран-эксплуатантов из-за нехватки запчастей и общего износа материальной части применяли Т-34-85 как самоходную артиллерию или закапывали в землю по башне, превращая в долговременные огневые точки. Впрочем, не всегда. Осенью 1991-го в боях на Адриатическом побережье Хорватский Т-34-85 выдержал два попадания Птурмалютка и уничтожил в дуэли сербский Т-55 гораздо более молодой и совершенный по тем временам танк. Танк Т-34-85 на репетиции параду победы на Красной площади источник изображения, РИА новости, Александр Вильф сегодня Т-34-85 используется довольно ограниченно. Этот танк пока остается на вооружении КНДР, в качестве дотов на линии обороны 38-й параллели, Лауся, Кубы, Республики Конго, Гвинеи, Гвинеи и Бесау. Весь танковый парк этой африканской страны состоит из десятка тридцать четверок – Мали, Намибии, Емена. Последним европейским государством, сохранившим несколько боеспособных Т-34-85, оставалась Босния и Герцеговина. Однако машины пустили под нож в середине этого десятилетия. Старая школа в июле 2014-го ополченцы ДНР вывезли из города Дружковка Донецкой области Т-34-85, установленный на постамент в 1977 году в память о воинах-освободителях. Танк оживили, но отремонтировать его орудие и использовать машину на передовой не получилось. Кстати, чуть позже ополчению в городе Константиновка удалось завести другой советский раритет тяжелый танк ИС-3. Как сообщали официальные лица ДНР, он был полностью исправен и мог использовать в качестве снарядов боеприпасы от 122-мм гаубицы Д-30. Однако документальных подтверждений боевого применения ИС-3, как и безоружной 34-ки, в Донбассе не имеется. Отреставрированный танк Т-34-85 на постаменте, расположенном на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» в Ленинградской области. Источник изображения, РИА Новости, Игорь Русак Т-34-85 участвует в гражданской войне в Емине по обе стороны фронта. В сети опубликовано множество видеороликов боевого применения этого танка как правительственными войсками, так и повстанцами-хуситами. Чаще всего машины используются в качестве мобильных дотов для поддержки пехоты, а стрельба ведется 85-мм боеприпасами кустарного производства. Ненадежные снаряды в сочетании с изношенными до предела стволами орудий превращают это занятие в русскую рулетку. Осенью 2015-го в сети появилось видео, снятое боевиками одной из экстремистских группировок в Сирии. На кадрах отчетливо видны две 34-ки, переоборудованные в доты. У одной машины отсутствовали гусеницы и двигатель. Поразительные боевые возможности Т-34-85 и влияние, которое эта машина оказала на лучшие школы танкостроения, признаны во всем мире. Недаром эксперты авторитетного телеканала «Дискавери» отдали легендарной советской 34-ке первое место в рейтинге лучших танков всех времен. 10 января 2019 года права на данный материал принадлежат РИО Новости. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...